На курорте полным ходом идет строительство трех детских садов. В Лазаревском на перекрестке улиц Калараш-Малышева появится дошкольное учреждение под номером 127. В Волковке возводят так называемую дошкольную ступень 81-й школы. А в Кудепсте современный детский сад появится на улице Калиновая. По проектной мощности планируем ввести 820 мест, но одновременно оптимизируем пространство и будет введено, конечно, гораздо больше, порядка 1200 мест. Для этого закупаем дополнительную мебель, конечно, вводим дополнительные ставки педагогических сотрудников. Работаем увлеченно, очень быстро. Так будущий 140-го детский сад уже обрел свои черты. Строители работают в две смены, чтобы успеть сдать объект в срок. По плану возведения нового детского сада должно завершиться к началу декабря. Сейчас активно ведутся строительно-монтажные работы. Например, в этом помещении, где будет располагаться детская группа, строители уже приступили к отделочным работам и проводке внутренних сетей коммуникации. Но впереди еще работы немало, в основном касающиеся фасадной части и крыши. Анатолий Пахомов лично следит за ходом строительства, ведь дополнительное время требуется на благоустройство территории и лицензирование образовательной деятельности. Только на это уйдет месяц. Поэтому мэр ставит задачу подрядчику и заму, курирующему строительную сферу, увеличить количество рабочих. Иванович, наиважнейший социальный объект. Мы действительно имеем опыт большой строек, но этот объект не очень-то и большой. Но мы видим сегодня, что все-таки риски не успеть до 1 декабря сдать в эксплуатацию явно. Надо усилить количество работающих. Явно уже с сегодняшнего дня нужно перейти на круглосуточную работу. Необходимо взять вручное управление все это строительство. Я вам лично поручаю это заниматься. Вы становитесь руководителем этой стройки. Если в этом случае не доработал подрядчик, то коррективы в график строительства детского сада в Волковке уже несколько раз внесла погода. Только здесь навели порядок после июньского подтопления, как прошедший накануне дождь вновь накрыл грязью всю стройплощадку. Рабочие параллельно убирают территорию и продолжают возведение дошкольного учреждения. Завтра этот объект посетит инспекции и оценит степень нанесённого природой ущерба. Тогда же и определит конкретные сроки сдачи объекта.